Новая музыка. Союз композиторов России представляет. В 2012 году аспирантуру. В настоящее время преподает на кафедре композиции Казанской консерватории. В 2012 году прошел стажировку в Шонберг-центре в Вене, а также в Международной академии для молодых композиторов в Чайковском в 2015 году. Занимался индивидуально у Петера Аблингера, Рафаэля Сендо и Беата Фурера. Неоднократный участник семинаров для молодых композиторов в РУЗе под руководством председателя Ассоциации современной музыки АСМ-2 Виктора Якимовского. Член Союза композиторов России. Резидент Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. Автор большого количества камерно-инструментальных, симфонических и хоровых произведений, романсов и песен, музыки к театральным постановкам и кино. Среди крупных музыкально-сценических произведений мюзикл «Алтын Казан» 2011, опера-легенда «Кара Пулак» 2015, удостоенная Республиканской театральной премии «Тантана» в номинации «События года» и вошедшая в лонглист премию «Золотая маска». Лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалилия в 2015 году за создание мюзикла «Алтын Казан» и значительный вклад в развитие музыкального искусства Республики Татарстан. Обладатель премии имени Сиразиева за сочинение оригинальной музыки к спектаклям в театрах Республики Татарстан. Лауреат и победитель целого ряда композиторских состязаний, среди которых Второй Всероссийский конкурс молодых композиторов имени Прокофьева «Челябинск» 2008, Конкурс молодых музыкантов имени Кабалевского «Самара» 2008, Коннектинг Мюзик «Киев» 2009, Шаг влево «Санкт-Петербург» 2011, Композитор 21 века «Москва» 2013, Всероссийского конкурса композиторов радио «Орфей» «Москва» 2013, Обладатель приза зрительских симпатий Международного конкурса композиторов имени Петрова «Санкт-Петербург» 2014 и первого Всероссийского конкурса «Аванти» Москва 2018. В 2013 году сочинение Эльмира Низамова «Небесное движение» для Большого симфонического оркестра представляло Россию на конкурсе «Международная трибуна композиторов», организованном Международным советом по музыке ЮНЕСКО и Европейским вещательным союзом. Среди исполнителей его произведений – Государственный симфонический оркестр и Камерный хор Республики Татарстан, филармонический оркестр Монте-Карло, симфонический оркестр Радио «Орфей», академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, камерный оркестр Ля Примавера, смешанный хор Казанской консерватории, камерный оркестр Киевская камерата, ансамбль современной музыки, энсэмбл Винер Калаш, Вена, студия новой музыки, Москва, энсэмбл Санкт-Петербург, Молот, ансамбль Санкт-Петербург, Нонейм, Нижний Новгород, Ностри Темперис, Киев. Сочинение «Сапиэнте» написано специально для Масм и посвящено Софии Губайдулиной. Которое в финале еще к тому же модифицируется в пентатонику, как символ полного благозвучия и гармонии с миром. Название «Сапиэнте» — это своего рода синоним к имени София. Оно может быть переведено как «разумный, знающий, мудрый». Конечно, музыка — это очень огромная часть человеческой культуры. Каждый вид музыки можно по-разному воспринимать. Если мы говорим про композиторскую музыку, мне кажется, композиторская музыка — это, знаете, как вот маленький ребенок играет же в песочнице. Вот зачем он это делает? Он играет, потому что он так познает мир. Он что-то пробует сделать, что-то он ломает, что-то он созидает, что-то он пробует. Примерно те же самые импульсы внутри человека заставляют его творить, и в данном случае творить музыку. Это способ познания мира, это способ познания себя. И самовыражение, конечно, если мы говорим про вообще глобально, про музыку как таковую, и про фольклор, и про духовную музыку. Это, конечно, еще и какая-то связь с вечным. У почти всех народов есть какие-то верования, и мне кажется, вот одним из инструментов общения вот с тем миром — это была всегда, конечно, музыка. Наверное, она отчасти и по сей день этим остается. Мне кажется, главная свобода заключается в том, чтобы быть самим собой и не вестись ни на какие-то тренды, модные течения, конъюнктуру, а быть самим собой. Конечно, будучи человеком своего времени, имей в виду это, но все-таки быть самим собой — это главная свобода для меня. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok